Здравствуйте, уважаемые друзья, у нас в питомнике тоже есть карантин свой и вот здесь можно видеть буквально все растения, которые пересаживаются, они пересаживаются с плохим корнем, желтые, потом вот вырастают, понимаете. Поэтому здесь и елка коника, и ель колючая голубая, видите, в этом году она пошла, и сморак, у которого почти не было корня, и лиственница, и туя восточная или это западная, извиняюсь, и сосна тут видите, здесь что-то пожелтело даже, то есть те растения, которых у этого можжевелика вообще не было, корня практически, один маленький корень, также как и у этого, этот посажен в этом году, он в этом году посажен, но уже начинает бить почку, вот они, ну не почку извините, новые листики, вот они, я думаю в следующем году, даже может быть к осени, будет вот таким цветом самшитик, это и лоурибы, но там тоже почти нет корня, там такие экземпляры обычно туда сажаются, это маленький вот, это все идет, как бы, у нас сюда в карантин, сосна опять же, сосна маленькая, тоже совершенно маленькая сосна, тоже, вот кипарисовик, то есть тут все идет на карантин, а вот тут вот очень удивительное растение, не очень удивительное, простое по себе, как бы туя восточная, обыкновенная, я ее нашел в прошлом году среди саженцев, так и не пойму, это белые кончики на ней, или прирост, или она в краске чем-то заморалась, но я так понял, что это прирост, судя по вот этим вот, новым побегам, мне кажется, это прирост белый такой идет, и вот этот зеленый уже становится, как бы белым, я не пойму, что это такое, что за мутация с ней произошла, но факт в том, что мы будем доращивать, следить за ней, смотреть, а потом, может быть, и выведем новый сорт, поэтому, новый сорт в питомниках хвойный дворик, это будет бело-кончиковая туя хвойного дворика, ну, как видите, у нас тут вот сосна тоже, вот и ель, вся которая вот пересаженная, ну, здесь ель пошла уже та, которая просто не хватило места для рассадки, так что мы сюда всех хромых и убогих, как можно сказать, слабеньких, слабеньких, да, сажаем, и они у нас тут выходят из них довольно прекрасно, а осенью это, конечно же, оттуда будет вытаскиваться и рассаживаться по север, куда можно, ну, на этом все, что я хотел рассказать о небольшом карантине в нашем питомнике, всего доброго, удачи, с вами был Евгений Филимонов, Томник Хвойный дворик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!